Около 30 тысяч пенсионеров страны со стажем более 40 лет, у которых низкая пенсия, получат единовременное пособие в размере 2300 леев. Премьер-министр Дарин Ричан объявил об этом на заседании правительства, а в то же время глава Кабмина подчеркнул, что правительство продолжит свои усилия по поддержке пожилых людей. С 2021 года мы увеличили минимальную пенсию на 143%, с 1143 леев до 2778 леев. Средняя пенсия также увеличилась почти вдвое, с 2067 леев до 3926 леев, но мы понимаем, что должны работать еще больше. По словам Дарина Ричана, несмотря на то, что за последние три года произошло значительное увеличение средней минимальной пенсии, правительство будет и дальше стараться поддерживать эту категорию населения. У нас есть особая категория пенсионеров, те, кто много работал, более 40 лет, но их пенсии все еще низкие. И сегодня мы принимаем решение, которое коснется около 30 тысяч человек. И мы предложим им, как и в прошлом году, единовременное пособие в размере 2300 леев. На том же заседании правительство одобрило несколько проектов на сумму 73 миллиона леев для улучшения социальной инфраструктуры в нескольких населенных пунктах страны в рамках национальной программы развития Европейское село. Проекты направлены на три приоритетные области, разработка городских и генеральных планов в 72 городах для обеспечения современного и устойчивого развития, строительства, восстановления и реконструкции государственных детских садов и яслей в 17 населенных пунктах с целью расширения услуг по уходу за детьми в раннем возрасте. Более 400 детей и более 100 сотрудников яслей смогут воспользоваться услугами новых яслей.